Вот этот всплеск эмоций четко говорит, что это модерируемая история. Модерируемая она, конечно же, не из Палестины, модерируемая она более весомыми заинтересантами. А какой у нас самый главный заинтересант на сегодняшний день в тотальной нестабильности? Потому что, и мы сейчас перейдем, кстати, к саммиту в Китае, самый большой заинтересант в нестабильности глобальной, потому что эта глобальная нестабильность дает ему все-таки шанс удержаться в качестве глобального игрока, это Российская Федерация, несомненно. Россия пошла ва-банк с войной против Украины. Россия этот ва-банк практически уже потеряла. Она сегодня выглядит абсолютно никчемно. Имеется в виду и с точки ВПК, и с точки армии, и с точки зрения глобальных претензий на силовое лидерство как таковое. И вот для России сейчас новый козырь, новый фактор, вернее, это ближневосточная нестабильность, где можно выступить. Вы видели, Путин заявлялся уже на руль такого, опять же, арбитра. На самом деле высочайший цинизм, конечно же, когда субъекты омерзительнейшего плана, такие как тот же Путин, или тот же Лавров, или тот же Слуцкий, например, это вместо Жириновского возглавил партию, они выходят и говорят, нужно немедленно прекратить войну на Ближнем Востоке, это важно и так далее. То есть лицемеры, которые в этот момент же отдают каждую ночь приказ убивать гражданское население, причем это не какие-то там, как Хамас использует, самопальные ракеты, сделанные там понятно из чего, а это полноценные, абсолютно конкретные ракеты с умыслом на убийство, вот сегодня под Днепру был удар по гражданскому сектору, опять же, и так далее, с умыслом на максимально жестокое убийство гражданского населения. Так вот, Путин как раз получил этот шанс, и действительно он попытался его реализовать. И, конечно же, на фоне вот этого саммита в Китае, конечно, было важно получить вот эту картинку с Ближнего Востока и, опять же, надуться с точки зрения, мы можем там поучаствовать, мы можем вести разговор с арабскими странами, мы можем там какую-то миротворческую миссию на себе брать и так далее. Поэтому я бы вернулся в начало разговора, не нужно делать никаких двух осей, нам нужно вернуть мир к глобальному правилу, глобальному порядку. Что это значит? Это значит, что нужно, чтобы Российская Федерация, безусловно, проиграла. Это единственный максимально агрессивный заинтересант вне стабильности. Все остальные, да, у них есть свои интересы, включая тот же Китай, абсолютно понятные интересы, и они имеют право на эти интересы. Мы тут, безусловно, как у нас с вами есть интересы, так и у Китая или у других стран есть интересы и так далее. Но, на мой взгляд, все эти страны будут в любом случае заинтересованы в стабильности, в определенных стабильностях, да, они могут дискутировать, что это за правило, что это стабильность. Есть несколько стран, не заинтересованные вот в этих правилах, международном праве, как таково, это Россия, это Иран, это Северная Корея, ну, максимально понятные нам страны. Так вот, нам нужно, чтобы эти страны были изолированы от всех. Не нужно, чтобы они помещались в какую-то другую там ось, да, где более солидные страны есть, где есть страны, которые действительно имеют какое-то представление о том, что такое глобальный политический процесс, и те, которые заинтересованы в каких-то стратегических развитиях. Тот же Китай заинтересован, на мой взгляд, абсолютно точно в понятных правилах, в понятной стратегии, в понятном понимании того, что будет завтра, в отличие, опять же, от России. Поэтому есть, смотрите, есть страны, которые на сегодняшний день максимально жестко хотят вернуть нас к определенным правилам, Украина среди них. Вторая часть, это есть очень небольшое количество стран, типа Российской Федерации, которые крайне заинтересованы в максимальном сломе традиционных правил и дестабилизации. И есть страны, которые просто пытаются взять на себя большую роль, то есть стать более глобальными игроками. Тот же Китай, например. Это совершенно три разные диспозиции. Вот со второй группой, ну имеется в виду, с такими, как Китай, нужно вести диалог, несомненно, нужно объяснять, что такое стратегия правильная, что такое стабильность, почему она важна и нам, и Китаю, например, и так далее. А вот все, что касается России, то тут только одно решение. Рецепт простой. Хотим все-таки получить более стабильный мир. Россия должна проиграть. Знаете, для меня стало несколько таким удивлением участие в Китае, в этом вот форуме, генсекретаря ООН Гутерриша и премьера Орбана. По-моему, он единственный из европейских лидеров, который туда приехал. Какие такие пути привели их туда? Наверное, у того и другого какие-то свои причины. В чем видеть их? Ну, все-таки давайте генеральный секретарь ООН, он должен присутствовать на разных мероприятиях, несомненно, независимо от идеологической окраски этих мероприятий. Потому что, давайте еще раз, я еще раз подчеркну, что Китай это, на мой взгляд, гораздо более объемный сегодня политический игрок, чем был до полномасштабного вторжения России в Украину. То есть, вот парадокс в том, что Россия потеряла вот эту свою глобальную роль. Да, она сейчас имеет еще остаточную роль как провокатора глобального, я бы так сказал. А Китай гораздо больше нарастил этой роли. И, соответственно, конечно же, генеральный секретарь ООН должен вести дискуссии для того, чтобы, смотрите, перейти в решение нескольких вещей. Я не сомневаюсь, что и господин Гутерриш четко понимает неэффективность сегодняшней глобальной системы и безопасности глобальной системы правил, и включая неэффективность международных институтов, в том числе и ООН. И понятно, что нужно искать какие-то формы, чтобы эти институции играли более весомую роль. Смотрите, даже по Ближневосточному кризису, если мы говорим, да, по Ближневосточной войне, то страны собрались на экстренное заседание и, соответственно, не смогли принять резолюцию даже, да. Резолюцию принять об том, что происходит и не только в Южном Израиле, но и в Северной Газе, в Северном секторе Газы и так далее. То есть даже резолюцию, то есть на сегодняшний день международных институтов, которые могли бы действительно фундаментальные резолюции принимать, которые были бы обязательны к исполнению, а кроме того, что обязательны к исполнению, еще были бы инструменты принуждения к исполнению, вот этого всего нет. И понятно, что Гутерреш заинтересован в консультациях на разных уровнях, понимая, кто есть кто сегодня в мире, да, ну в глобальном мире. Китай это, еще раз подчеркну, несомненно большой и важный игрок. То есть та страна, которая действительно может играть другую роль в обеспечении глобального, скажем так, понятного мира. Что касается премьера Венгрии, ну Венгрия всегда тяготела к Российской Федерации, Венгрия всегда была, по сути, таким публичным пиарменом, ну то есть пиар-агентом Российской Федерации. Мы помним заявление и министра иностранных дел, и самого премьер-министра в поддержку каких-то очень странных инициатив по прекращению войны. Мы помним заявление господина Орбана по поводу того, что Украина является недееспособным государством, там, failed state, да, и так далее, и тому подобное. Это все ложилось в абсолютную парадигму России. И, насколько я понимаю, Венгрия считает для себя, опять же, еще раз, это национальный интерес, да, то есть они реализуют ту программу, которую считают важна для их страны с точки зрения будущего, да. Я считаю, что это ошибочная стратегия, но, опять же, они имеют право принимать те решения, которые для них важны. Вот они считают, что сегодня на, скажем так, спекулятивных отношениях с падающей Россией, они могут себе там получить какие-то дивиденды. Неважно, экономические, финансовые, геополитические или локальные политические и так далее, и тому подобное. Это их стратегия, стратегия правящей партии Фидес, стратегия Орбана и так далее. Они достаточно плотно поддерживают пророссийскую концепцию. Но еще раз, смотрите, давайте здесь четко говорить. Мир же не идеальный. Мир не будет смотреть, ну, многие страны не будут смотреть на те процессы, которые сегодня происходят, на те события, только нашими с вами глазами. Да, это мы понимаем ту цену, которую сегодня мир должен будет заплатить за право жить в каких-то предсказуемых условиях. Другие страны исходят из того, что они могут что-то заработать, что они могут там выполнить функцию, например, пиар-агента Российской Федерации, падающий, еще раз подчеркиваю, пиар-агента, и получить за это премиальный какой-то дополнительный платеж и так далее. Опять же, эта стратегия чисто страновая, чисто национальная, каждая страна имеет право делать. Точно так же, как Венгрия имеет право вести себя так, как она ведет. Другой вопрос. Будет ли это приветствоваться в среднесрочной, например, стратегии развития Европейского Союза в целом? Сомнительно, потому что все-таки Европейский Союз — это определенные базовые ценности, которые должны быть характерны для всего альянса, для всего единого политического, культурного, экономического пространства. Если та или иная страна разделяет, например, ценности Российской Федерации, а какие это ценности? У России есть ценности. Русский мир — это конкретный набор ценностей. Какие? Приди, убей, приди, изнасилуй, приди, укради. Укради технологии, веди себя хамски по отношению к другим национальным суверенитетам и так далее. Это тоже ценности. Ну, имеется в виду, они нам с вами не нравятся, безусловно, но кому-то они, наверное, нравятся и так далее. Мы же видим модель поведения некоторых стран, ориентированных на Российскую Федерацию. Ну да, есть такое понятие в криминалистике. Почерк она называется. И вот сейчас на тех примерах, как действует Хамас, и то, что мы видели со стороны России в Украине, почерк как-то очень часто похож, зачастую совпадает. Знаете, вот когда мы говорили о несовершенстве международной безопасности, архитектуры международной безопасности, все чаще в различных дискуссиях, в различных программах мне приходится слышать такую точку зрения, что когда был СССР, то есть такой двухполярный мир, нестабильности было меньше. С распадом СССР у нас получается, ну вот такой международный полицейский, по сути, остались США, а Китай как-то эту роль, видимо, до конца не захотел на себя примерять. Правильно я понимаю? Очень странная точка зрения. Мне кажется, что люди просто живут ситуативным и переносят свое вот это ситуативное понимание проблематики на прошлое, которого они не видели. Это то же самое мне напоминает, что вот в Советском Союзе было очень вкусное мороженое, поэтому это была идеальная система. Она учитывала интересы, гражданские права и так далее. Нет, это фикция. Было очень много нестабильности. Вы помните кризисы и 70-го, и 80-го. Я не беру легендарный Карибский кризис, который чуть не привел мир тогда, еще не готовый к этому, к ядерному конфликту и так далее. Было очень много локальных войн, было очень много попыток России, например, ну или тогда Советского Союза, давайте объективно, захватывать те или иные жизненные пространства, особенно в той же Латинской Америке, в той же Африке, на Ближнем Востоке и так далее. То есть очень много, много нестабильности, много кризисов, много проявлений холодной войны, которая периодически разрасталась в горячие конфликтные точки и так далее. Поэтому я бы не сказал, что сегодняшнее время сильно отличается от прошлого времени. Как раз таки вот это наоборот, тогда противостояние двух систем было более выраженным и более системным, более идеологичным. То есть тогда было четко понятно, где действительно империя злата. И Советский Союз абсолютно искренне претендовал на роль, ну безусловно, искривляя во внутренней пропаганде все это, претендовал на роль такого грязного полицейского, который будет там ставить всех на колени. Ну то есть, собственно, то, что сегодня пытается делать Россия в карикатурной форме, безусловно, и так далее, то есть пытается доминировать за счет подавления, еще раз подчеркиваю, суверенитета в других странах. То же самое делал Советский Союз. Другой вопрос. Почему нам сегодня кажется, ну это более выражено? Просто потому что социальные сети, потому что медиаплощадки, потому что гораздо более информационная эра. Все быстрее, все спрессованнее и больше вот этого гибридного компонента, когда кто первый встал, вот как, например, с той же больницей в Газе, вот буквально 5 минут, 10 минут прошло. То есть, смотрите, этот, исламский джихад или там, или сам Хамас выпустили ракеты по Хайфе, через 10 минут оказался взрыв в больнице, то есть при этом Цахал не выпускал никаких ракет, и через буквально еще 3 минуты после этого, даже не устанавливая никакие факты, выходят сразу в публичное пространство. Представители Хамаса говорят, смотрите, нанесен удар, погибло сразу там 300 человек, сразу причем, да, вот 300 человек погибло. Причем такая цифра была, у нас тут каждый день ракеты прилетают действительно военного, ну, такого, боевого калибра, типа 47-е, даже включая кинжалы, да, и тут другие параметры жертв. Потому что, ну, есть же все-таки условия разрушения, конструкции и так далее, и тому подобное. А там 300 человек, нет, давайте через час уже 500 человек, а потом давайте уже 1000 человек, где? Потом смотришь объем разрушений, стоянка повреждена. Ну, хорошо, 1000 человек, да, понятно, и так далее. То есть вот этот информационный компонент, он, конечно же, создает такое ощущение грандиозного финала человечества, да, но на самом деле это не так. То есть на самом деле есть несколько точек напряжения, сейчас очень высоких, высокоградусных, да, одна из них ключевая, я считаю, что это первая причина вот этого ощущения такого катастрофы, это, конечно же, нападение России на Украину, потому что тогда Россия полностью отказалась от международного права, сняла с себя маску и сказала, кто эту войну выиграет, тот и будет в этом мире доминировать. И вот сюда полезли сразу такие же другие субъекты, которые тоже заинтересованы в максимальной нестабильности. Тот же Хамас, да, и вы абсолютно правы, почерк просто фантастически похож, да, для меня загадка, почему анализа нету по типу синхронизации действий, по атаке множественной в разных направлениях, по отвлечению внимания от военных объектов за счет максимально жестокой резни гражданского населения, по синхронизации ракетных пусков и дроновых пусков и так далее, по использованию разведданных, полученных с спутниковых систем и так далее. Но для меня это загадка. Дальше финансирование, закупка оружия, Хания, который постоянно приезжал и обнимал вот этого субъекта по фамилии, дивной фамилии Лавров, да, и так далее. То есть как бы для меня это настолько очевидно, я не понимаю, почему мир не хочет для себя, вот мы говорим о демократическом мире, принять несколько важных понятий. Первое. Вы не сделаете вид, что вот здесь можно найти какой-то компромисс. Вот на этом этапе любой компромисс будет приводить только к эскалации и к появлению еще больше и больше очагов нестабильности, которые однажды действительно ввергнут нас в состояние Третьей мировой войны. Она может быть разная, кстати. Она сначала может быть холодной с точки зрения отдельных террористических проявлений. Вторая составляющая. Вы должны ответить себе на вопрос, вы готовы действительно к полной синхронизации, например, того, что сегодня происходит в Европе? Ну, имеется в виду, вы готовы дальше держать открытыми двери для вот этих безумных волн миграции с Ближнего Востока, с Африканского континента и так далее? Если не готовы, то как вы будете с этим работать? Потому что следующий шаг, если вы не готовы, сегодняшние политические элиты принять решение, что это не решение, да, ну, условно говоря, нельзя просто держать двери на распашку открытым, потому что мы мультикультуральны и так далее, и тому подобное, тогда ультраправые начнут побеждать, несомненно. А что такое ультраправые? Ультраправые — это изоляционизм, это, опять же, войны по тем или иным принципам и так далее. И это все на пользу Российской Федерации. Вы не можете сделать вид, что Россия — это та страна, с которой нужно будет продолжать иметь отношения. Но не можете вы иметь отношения с людьми, которые обнулили правила, которые на ваших глазах убивают, причем демонстративно, каждый день, 600 уже больше, 602 дня уже делают это, да, убивают в голову гражданское население, а вы потом, как ни в чем не бывало, здороваетесь с ними и тому подобное. То есть сейчас мир находится в моменте, когда нужно принять много фундаментальных решений. И это тяжелое решение. Это не так, что мы давайте на два года перенесем, давайте, как в 2014 году, подморозим конфликт в Украине, перенесем, и пусть там наши потомки уже дальше решают этот вопрос. Вот, кстати, между прочим, перенесение в 2014 году конфликта, да, ведь они же думали, что вот этот конфликт в 2014 году будет заморожен, и там он лет через 20, через 30 будет как-то разморожен и так далее. Они не ожидали, что разморозка будет, во-первых, настолько масштабна, сразу, да, полномасштабное вторжение уровня Второй мировой войны, да, ну, заход имеется в виду по всем направлениям. А второе, что это произойдет буквально через 8 лет, не через 20, 30, когда они уже все там на пенсии, мемуары будут читать, или входить в клуб лекторов, да, которые будут рассказывать, как нужно обустроить мир. Я удивляюсь, почему еще Меркель сегодня не ездит по разным университетам и не рассказывает, как правильно нужно обустраивать современное глобальное мироустройство. Вот и все. То есть сегодня вопросы нужно на них будет отвечать. Это жесткие вопросы. И, соответственно, Путин в этот момент, видя вот продолжающую эту слабость, он пытается реанимироваться, да, то есть он пытается возродить своих хоть какие-то глобальные опции, которые у него были вчера. Потому что сейчас на него, конечно же, я вижу, и когда он приехал, собственно, в Китай, я смотрю, что на него смотрят, как на действительно человека, знаете, так с иронией, пренебрежительно, ну, приехал, да, такой чертик приехал, который все рассказывает, бла-бла-бла, а на самом деле ничего не умеет, ничего не делает, ничего, ни на что не способен. Да, и еще хотелось бы пройтись с вами от таких глобальных, да, вопросов к повестке новостной, то, что было в последние дни. Ну, прежде всего, я бы хотел уточнить у вас просто трактовку официальную от Офиса Президента Украины. Израильские СМИ сообщали, что Зеленский тоже планировал в этот день вместе с Байденом посетить Израиль, но, как, опять же, да, пишется в израильских СМИ, посчитали пока не своевременную эту поездку в Израиль, при этом не исключили, что в скором времени, несколько позже, она может состояться. Если верить вот этим данным, в чем не своевременность? Что же здесь во главе угла стоит? Безопасность Зеленского или, может быть, опять же, какая-то боязнь эскалации? Я не знаю. Нет, не совсем так. Это немножко спекулятивная постановка вопроса. Президент Украины сказал следующее. Он буквально один из первых, я бы даже сказал, наверное, там первый позвонил премьеру Израиля, выразил солидарность и сказал, что в такие моменты мировые лидеры должны находиться на земле Израиля и таким образом выражать свою солидарность с теми трагедия, в которую переживает страна. Потому что, он говорит, то же самое было в Украине, когда у нас это начиналось, к нам приезжали люди, приезжали лидеры других стран и становились рядом. То есть это не прямое такое. И, соответственно, конечно же, президент сказал, что и Украина готова присутствовать на земле Израиля и таким образом символизировать свою поддержку Израиля. Не более того, это не то, что давайте мы завтра приедем или послезавтра. Дальше идут стандартные консультации. Опять же, они учитывают, действительно, вы абсолютно правы, и вопросы безопасности, и вопросы отвлечения внимания тех или иных ресурсов у Израиля на обеспечение этих визитов и так далее. И, соответственно, это дальше такой, скажем, консультативный уже режим. Поэтому здесь я, наоборот, считаю, что президент Украины очень четко заявил позицию страны, очень четко показал, как себя должны вести в это время представители цивилизованных сообществ. Ну и, соответственно, выразил полную поддержку народу Израиля. Все остальное, опять же, в этом заинтересанты, и много заинтересантов в том, чтобы так или немножко где-то проспекулировать, где-то неправильную дать интерпретацию, или где-то использовать это в рамках тех или иных информационных кампаний против Израиля или против Украины, или против демократии, или против... Сейчас же даже много есть вопросов, будет ли, например, помощь Украине при том, что необходимо разворачивать большие и объемные помощи Израилю и так далее и тому подобное. Нет, будет, безусловно, помощь Украине, никто вопрос так не ставит, будет параллельно идти обеспечение. Все-таки страны-демократия, лагерь демократии, да, те страны, которые поддержат и Украину, и Израиль, несомненно, они наиболее экономически мощные, финансово мощные, конечно же, спокойно смогут, ну как, относительно спокойно, потому что, конечно, миру хотелось бы тратить деньги на другие вещи, а не на обеспечение безопасности. Но, опять же, ты, если неправильно оцениваешь риски, давайте здесь как раз более глобальный вывод сделаем. Если ты неправильно оцениваешь риски, если ты думаешь, что с авторитарными странами такого типа, как Россия, всегда можно договориться и что-то у них задешево купить, ну, помню, опять же, возвращаясь к моей любимице, немецкому канцлеру, да, я имею в виду госпожа Меркель, что если дешевое сырье ты будешь покупать, то таким образом у тебя риски безопасностные резко уменьшаются. На самом деле нет. Как только ты начинаешь покупать дешевое сырье, как только ты начинаешь, скажем так, геополитику возводить, а не экономику и рациональную оценку рисков, которые генерирует та или иная авторитарная страна, то в итоге ты будешь платить гораздо больше. Вот сейчас мы видим дефицит глобальной безопасности, инструментов глобальной безопасности. Я их назову. Прежде всего, это отсутствие инструментов принуждения стран, типа как Россия, к скрупулезному исполнению взятых на себя обязательств. Нет инструментов. Вот Россия сказала, вот я не хочу. Вот я сейчас буду, отменила, вот сегодня они проголосовали, в первом, по-моему, даже втором чтении. Уже приняли, да, в окончательном чтении, да. В окончательном чтении договор о запрещении, о всевобщем запрещении ядерных испытаний, и что какой есть инструмент принуждения неадекватной страны к исполнению взятых на себя глобальных обязательств. Никакого. Вот это первое. Вот это отсутствие этого инструмента. Второе, это недоинвестирование систем безопасности, таких как, например, коллективный альянс НАТО. Вы же помните, там сокращали национальные бюджеты, сокращали инвестиции в общий бюджет НАТО. Дальше, недоинвестирование систем военно-промышленного комплекса предприятий. Недоинвестирование или неправильная трактовка работы современных разведывательных сообществ и так далее. Те, которые... Дальше. Пятое. Интеграция представителей таких стран, как Российская Федерация, например, в абсолютно единое культурное глобальное пространство, спортивное глобальное пространство и тому подобное. Вот эти все риски сегодня, они вылазят нам боком. То есть их нужно правильно анализировать. И мне кажется, что это сейчас как раз таки время. Время переоценить, что мы сделали не так, с точки зрения правильного анализа умысла других стран, таких как Россия, допустим, и не только Россия. И что нужно делать, чтобы мы могли контролировать вот эти умыслы. То есть как только Россия заявится с какой-то агрессивной целью где-то, ну и соответственно, что должен делать глобальный мир, прежде всего лагерь демократии, для того, чтобы дальше это не превратилось в то, что мы с вами видим, одна, вторая, третья война, Грузия, Украина дважды, Сирия, ну и целый ряд других конфликтов, более локальных, в которых Россия принимала участие. Кстати, одна нерешенная проблема, которая тоже будет стоять перед демократическим лагерем, это как уменьшить вот это эрозийное военное влияние России, например, на африканский континент, на центр и центрально-восточную Африку. Ну, мы действительно с вами часто говорили о том, что Запад очень часто опаздывает, да, как минимум на один шаг в плане реакции. И вот возвращаясь к этой истории с Российской Госдумой, которая сегодня в окончательном чтении отменила ратификацию на запрещение ядерных испытаний, эти разговоры пошли гораздо раньше. Вот на прошлой неделе была такая новость, что НАТО проведет ядерные учения. Столтенберг об этом заявил. А вот это вот не свидетельство переучивания Запада? Запад более быстро начинает на опережение играть, реагировать. Я, кстати, с большой симпатией отношусь к господину Столтенбергу, потому что он действительно очень часто оперативно реагирует. Один из таких людей, который действительно превентивно пытается сделать или иные заявления и, соответственно, организовать тот или иной процесс. И поэтому мне кажется, что да, это одна из хороших, позитивных симптоматик, которая говорит о том, что мир начинает, вот этот классический бюрократический часть демократического мира, начинает более быстро реагировать на риски, которые касаются безопасности. Это очень хорошо. Я не готов сказать, что они быстро переориентируются с точки зрения, опять же, вот этого миграционного, большой проблемы, которую мы с вами видим, с нарастающим итогом. Вот эти все протесты странные, которые приводят к серьезной эрозии внутренних политических пространств в ряде европейских стран. Вот здесь я пока не вижу быстрой реакции. Ну, я думаю, что все растеряны, потому что действительно шли по пути. А давайте-ка откроем двери широко, потому что люди других культур, других цивилизаций будут смотреть, насколько это комфортно жить, да, и, соответственно, будут проникаться ценностями вот этой комфортной жизни и будут полностью ассимилироваться в культурах и в способе жизни, которое привело к такому качественному, комфортному проживанию в той или иной европейской стране. Нет, конечно же, нет. Это замкнутые антлавы, главная задача которых просто разрушать то, куда они приходят. Разрушили, потом пошли дальше и тому подобное. Но для этого, конечно, еще какое-то время пройдет. А вот с точки зрения действительно оценки того, как будет дальше Россия, использовать инструменты шантажа. Россия всегда использовала несколько инструментов. Первое — это информационное подавление. Второе — это безусловный шантаж. Это использование вот этих клише, ядерное оружие, ядерные испытания, буревестник, сармат, посейдон и так далее, и тому подобное. И третья составляющая — это лживая дипломатия. То есть, когда ты приходишь, обещаешь одно, а на самом деле ты фиктивно делаешь совершенно другое. То есть, это три классических внешнеполитических инструмента Российской Федерации. И вот как раз по второму, по лживой дипломатии, к сожалению, тоже пока решений нет. А вот по второму, по вот этому военному шантажу, да, уже абсолютно адекватная реакция. Вы хотите ядерные испытания? Без проблем будем испытывать. Хотите, чтобы мы передвинули там часть носителей ближе к границам России? Пожалуйста. Хотите, чтобы мы передвинули основные, скажем так, границы натовские, да, ближе к российским? Пожалуйста. Тоже и так далее. Вот еще было бы хорошо, чтобы приняли решение по резкому ограничению присутствия России в дипломатическом плане, где-то, да, в том числе в международных институциях, чтобы Россия не использовала тот же ООН, например, как площадку для промоутирования своих абсолютно мертвых зомби-ценностей. И так далее. Чтобы Россия не могла использовать, она продолжает пытаться использовать там спортивную тематику, вы знаете, культурную тематику, всегда стимулирует, что нельзя отрицать русскую культуру, нельзя отрицать Россию и так далее, и тому подобное. Вот здесь нужно, конечно, более жесткие решения принимать, но, к сожалению, это пока не так хорошо, как то, что вы говорите, упоминая господина Столтенберга. Атакам с американские дальнобойные, судя по всему, прошли первое боевое крещение, по крайней мере, вчера и Зеленский подтвердил, что они поставлены уже в Украину, и США также подтвердили. А сегодня Нью-Йорк Таймс написал о том, что всего 20 ракет доставлено. У меня такой вопрос к вам, Михаил. А будут ли еще партии, и от чего это зависит, соответственно, дальнейшие поставки ракет Атакамс? Или ограничится вот этой минимальной партией? Не ограничится, но, вы знаете, у нас есть правило, мы официально не говорим об объеме техники, которую мы получаем, потому что это действительно должно быть сюрпризно для оппонентов, которые не совсем адекватно воспринимают реалии на Земле. Что касается поставок, ну, безусловно, уже заявлено о том, что мы их использовали, они действительно эффективно проявили себя по ряду аэродромов. Это очень важно, потому что все-таки давайте вернемся к главной проблеме этого этапа войны, это остаточное доминирование России в воздухе, ну, и, соответственно, у нее очень близко аэродромы к линии фронта, и она может спокойно и вертолетами, и самолетами, тактической авиацией уничтожать наступающие порядки. И нам, безусловно, нужно с этим что-то делать. Тут есть несколько решений, одно из них, это, конечно, дальнобойная ракета. Дальнобойная ракета позволяет существенно поднажать на вот эти места скопления и тактических, и авиаций, и вертолетной техники, ну, и, соответственно, и другие склады, и так далее, и тому подобное. Что касается, будут ли поставки, конечно, будут, потому что Украина будет придерживаться договоренностей. Какие договоренности? Все, что касается дальнобойной иностранной техники, мы используем по территории, по оккупированной территории Украины, мы не используем ее по территории Российской Федерации. Второе, исходя из того, что сломать преимущества России в воздухе все-таки нужно здесь и сейчас, а не там через год, через два, да, и так далее, то, соответственно, у нас должны быть уравновешивающие инструменты. Дальнобойная ракета это уравновешивает этот инструмент. Ну, и, соответственно, с учетом того, что Россия свозит уже остаточные свои арсеналы, кроме того, мы видим с вами, есть уже определенное подтверждение, что Северная Корея активно участвует в снабжении России дополнительными ракетами, дополнительными снарядами и так далее, то, опять же, для того, чтобы все-таки Украина имела определенный паритет, нам необходимы инструменты более, скажем так, весомого, я деликатно скажу, весомого воздействия на абсолютно отсутствующие мозги Российской Федерации. Поэтому, конечно же, техника будет дальше идти. Мы находимся в том этапе войны, когда остановить поставки военной техники, как бы там не хотели спекулятивно об этом в медиа говорить, в том числе с подачей Российской Федерации, невозможно, потому что принципиально мы зашли уже за точки возврата и России, и мы, то есть кто-то обязательно должен проиграть. Ну и, соответственно, для того, чтобы, так как наши партнеры прекрасно понимают, что Россия является ключевым элементом эрозии глобального политического пространства, о чем мы выше говорили, то, соответственно, Украина должна иметь все инструменты, чтобы все-таки Россия абсолютно точно пришла к фатальному для себя финалу в этой войне. Михаил, буквально вот на два предложения вопроса. Была новость о том, что ежесуточный выпуск артиллерии, да, вот впервые у Украины теперь больше количественно, чем у России. Не выпуск, да, не выпуск, а использование. Да, использование. Да, 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 несколько дней подряд Украина использовала чуть больше артиллерийских снарядов тяжелых калибров, ну, 155-й, конечно же, у нас доминантный. Это связано с истощением накопленного советского арсенала в России, и вот поэтому Северная Корея самым омерзительным образом демонстративно начинает поставлять в Россию снаряд, который дефицитен. То есть, грубо говоря, Россия, когда все там говорят, что Россия ресурсно очень долго может вести войну, не слушайте никого. Россия достаточно ресурсно бедная страна. То есть, да, она накопила, потому что они, конечно, не ожидали 600 дней сопротивления, но, тем не менее, сейчас они истерически там при помощи того же Шойгу ездят, везде выклянчивают хотя бы какой-то снаряд. Это страна, поберушка, она всегда такой была. Продолжение следует...